Мюзик Гуру, спасибо большое за донат, мое почтение. Текст доната классика. Вроде картинка здесь просто фиксированная, так что не паримся с видосом. Кстати, прикольно, очень красиво эти сейчас отражения как-то выглядят почему-то. Кстати, отражение здесь вот очень какое-то гладко нарисованное. Вообще, что-то вместо музыки начал визуал оценивать. Прям как будто идеально такое красивое зеркало. Тоже, кстати, да, здесь опять басист тащит. Как вот случайно похожие прям треки скинули с Дмитрием. Причем не зная о музыке друг друга. Опять басиста слышно. И опять пока что, собственно, только он что-то и делает. Ну хотя здесь скучная партия. Пока что. Ну вот он не прям... Просто туп... Вот я бы сделал... Например. Просто красивше было бы. Но здесь он вот так вот. Причем чем... Что-нибудь такое, типа, можно сделать. Был бы гигасекс. А здесь такая прям вот трагичная фюнеральная... Примитивная партия. Извините. Хрен зачесался просто очень сильно. Все понимают, это G-фитнес. Ну, с каждым было. Звук барабанов очень мне нравится здесь. Как-то они тарелки очень вкусно записали. Так приятно сыпят прям очень. Типа, понятно, что это 70-е, скорее всего, опять же. Ну, типа, в сумму. Чувство прекрасного было у людей и так далее. Ну, в том-то и шутка, что максимально ни при чем. Органчик тоже вот он... Это единственное, что делает эту такую... Ну, понятно, как партия барабанов. Но партия барабанов с басом не может с таким простым басом быть сама по себе кайфово и интересно звучащей. Этот тарганчик в таких прикольных частотах... Он, помимо вокала, делает вот ранжировку такой более вообще... Ну, что хочется еще послушать это вот одно и то же. Чуть больше удовольствия создает, и чисто из-за этого она менее надоедает. То есть, я к тому, что... Вот детали важны. То есть, вот тут как бы басист сперва там... Было слышно и тащил, а теперь его слышно, и лучше бы не было слышно, потому что сидит, нудит там... Бу-бу-бу-бу-бу-бу, какую-то фигню играет. Скучно. Но, даже если вот... С одной стороны, хороший басист может вытащить супер простую песню, а с другой стороны, если басист средненький, а все остальное как бы... Ну, то есть средненький, но грамотный, или средненькая играет, средненькая партия, но грамотная, и все остальное при этом насыщено желанием слушателя удовлетворить, всякими деталями приятными, тогда получается хорошая музыка. То есть в хорошей музыке могут быть даже элементы, там, что-то простого и банального, или плохие элементы, откровенно. Прикол в том, что индусов уже все воспринимают как таких, типа, клоуняр. И это в мире востребовано. То есть если индусы вот снимут на серьезных щах хороший фильм, я думаю, они могут это сделать, но вряд ли они соберут ту же кассу, которую соберут американцы со всеми их способностями к пиару, актерами именитыми и уже просто именем сделанным и так далее. Индусам надо просто жопу на уши натянуть. Вместо этого они могут за три копейки снять, вот прям они, ну, кто лучше индусов может снять вот именно вот этот вот индусский такой вот шуе кинематограф. Вот во всем мире индусов именно вот за это и любят, что только вот они такую хрень могут сделать. И вот так угарно. Они, наоборот, должны вот даже больше это развивать и провоцировать. Это просто, ну, даже выгоднее им и всем. Есть ли где-то сочетание контрабаса и электробаса в какой-то музыке жанра? Ну, бывает, когда контрабас используют вместо бас-гитары в музыке, куда он, казалось бы, не подходит. Есть также безладовые бас-гитары, которые звучат как контрабас. Потому что контрабас и басуха-электрогитара, ну, бас-гитара это, по сути, форма контрабаса. Это сын контрабаса, потому что у них одинаковый строй. И бас-гитару придумали как замену контрабасу, потому что он огромный и, ну, так далее, неудобный. А это, по сути, даже не гитара, это бас, контрабас. Просто чтобы вот заменить. Вот здесь, кстати, возможно, тоже безладовый бас, судя по звуку, он такой... У него такой более мягкий звук, нежный. Как раз на контрабас похоже. Плевать на индусов. Ну, кстати... Тебе-то, понятно, тебе только на британцев не плевать. Здесь, ну, типа, хороший барабанщик и хорошо звучат барабаны. Хорошие клавиши. И партия, и звук. Ну, короче... Только басист унылый какой-то здесь. Детальки тоже... У него, типа, прикольный сам звук даже такой. Вот, ну... Ох, а не буду сейчас полтора часа смаковать эту гармонию. В каком-то треке из GTA Vice City, кстати, была такая мелодия с этими вот гармониями. Love my way... Я даже вспомнил, как она называлась. Отлично. Потому что я бы название группы, я бы в жизни не вспомнил. Но я по припеву вспомнил название песни. Прям... Сейчас дослушаем, включу для сравнения. И вот они там тоже смакуют ее 3,5 минуты. Ну, это такое вот. Две соседние вот эти вот гармонии, они такое хорророво-прикольное настроение создают. Опять запетухание, затухание. Один заменяет другой? Нет. Нет. Изначально бас-гитара задумывалась, как замена контрабасу. И в принципе одно может заменить другое. И, ну, типа, любой хороший басист что-нибудь с контрабасом разберется. А любой хороший контрабасист вообще, как бы, на бас-гитару перейдет абсолютно не заморачиваясь. Ну, типа... Но... Песню сейчас для сравнения включу. Тоже вот эти гармонии. И похоже этот... Типа... Другой звук, но сама атмосфера, это какая-то мелатроновость такая, типа, вот, похоже на орган, который здесь был. Там, там, там Love My Way, это припев. Я тоже какой-то что-то пытался делать с этими гармониями. Какой-то прикол в детстве. Короче, занятный трек, спасибо большое за донат. Послушал классику, да, буду знать хотя бы. То есть я даже не знал этот трек раньше.